Всем привет! Меня зовут Виталий Соколов и мы с вами продолжаем изучение GL-сцены в видеоуроках на тему GL-сцены трехмерное пространство в Delphi. Сегодняшний видеоурок будет не менее интересен, чем прошлый. Мы научимся работать с 3d моделями. Для начала немного о моделях поговорим. Во-первых, создавать модели для GL-сцены вы сможете в таких 3d редакторах, как Autodesk 3ds, Maya 3d, Blender, Milkshape 3d, Lodka 3d и им подобные. И поговорим о тех форматах, которые могут быть у 3d файлов и чем же они нам интересны. Во-первых, 3ds. Один из самых используемых форматов может содержать много дополнительной информации. MD2. Содержит сеточную анимацию, хранится каждый кадр в целом. Довольно удобен в использовании. MD3. Аналогичен MD2, но немного совершеннее. SMD. Лучший формат анимации из поддерживаемых, так как хранит скелетную анимацию. Один файл содержит модель с привязанным скелетом, а данные об анимации этого скелета хранятся в других файлах. Файермат является текстовым. OPCH. Простой текстовый формат данных, который содержит только 3d геометрию, вершины грани нормали и текстурные координаты. OCT. ОCT. Реформат проекта Radiance для построения реалистичных изображений, разрабатываемого при поддержке Министерства энергетики США. NMF, GTS, GL2, BSP. Имеет довольно хитрую структуру. Представляет собой совокупность плоскостей, ограничивающих пространство. Ply. Существует модификации данного формата. Стандартный модуль будет работать только с самым простым вариантом. LVO, MS3D, формат редактора Milkshape, STL, TIN. Сейчас возможно и больше форматов поддерживается, но я думаю вот первых форматов 3DS, MD2, MD3 и SMD нам наверное будет более чем достаточно. Остальные они используются реже. И приступим к практике собственно. Как обычно набросаем удобные нам компоненты. Добавим камеру, источник света и простенький какой-нибудь объект. Так, с этим разобрались. Давайте сохраним его, создадим для него папочку. И смотрите, для работы с анимированными 3D объектами используется такой компонент, который называется GL Actor. То есть мы можем перейти в сцену объектов. ADD Objects. Есть Mesh Objects. И мы можем выбрать АКТОР. Установим ему позицию. Давайте найдем вот. Давайте 0,3 минус 1 например. Немножко от камеры отодвинем его. А освещение поставим 2, 2, 2, 2. Дальше нам понадобятся собственно эти 3D объекты. Вы их можете взять непосредственно в вашей библиотеке. GL Senna. Перейти в папочку Demos. В папочке Media у нас здесь лежат всяческие объекты. Нам понадобятся VASTE. Вот эти вот объекты. Вот VASTE MD2 тоже. И Quake 2 Animation AF нам понадобятся. Вот давайте эти объекты скопируем в нашу с вами папочку. Вот где находится наш проект. Туда и скидываем собственно эти объекты. Далее, чтобы работать с картинкой формата JPG, а также 3D моделью формата MD2, нам нужно объявить соответствующие модули. То есть пишем VASTE file MD2 и JPEG в разделе Uses, там где мы подключаем всяческие модули. Так, ну что такое VASTE? Это вот мы посмотрим. VASTE это текстура, которую мы будем накладывать на нашего персонажика сверху. Вот здесь она выглядит, конечно, нам немного непонятной какие-то руки и так далее. Но наложится она нормально. Рисовать текстуры это отдельная басня. Кому-то она может показаться нудная, а кому-то очень интересная. Так, и собственно давайте перейдем в форм create и вставим сюда следующий код. То есть мы нашему GL-актеру загружаем модель, которая называется VASTE MD2. Дальше GL-актеру ADD data from file. Data это данные. Мы загружаем данные о нем. Данные о нем хранятся в Quake 2 Animation AAF. Это здесь хранятся данные о том, как он должен двигаться, как он должен действовать и так далее. Далее мы загружаем саму текстуру. Текстура загружается в его материал. Текстуры image load from file. Текстура Disabled ставим в фальш. То есть чтобы рисовалась именно текстура, а не просто цвет модельки нашей. Затем мы растягиваем с помощью скалы set vector. Вектор мы с вами уже, я вам вкратце говорил, что это 4 точки, грани. Мы указываем, каким образом мы будем растягивать и накладывать. Это каким образом у нас, какой режим накладывания мы устанавливаем с вами. Его мы тоже рассматривали в предыдущих видео. Можете заглянуть там и посмотреть, что это такое. И собственно GL-актеру switch to animation мы ставим run. То есть запускаем анимацию. Если быть точнее, то AAM loop это у нас циклическое воспроизведение. Чтобы когда мы доходим до конца анимации, у нас она снова начинала проигрываться сначала. А run это у нас раздел анимации, который отвечает за бег. То есть когда создавалась моделька, там разным анимациям даны разные имена. Вот в нашем случае run у этой анимации это конечно же бег. Давайте пока закомментируем все лишнее. И пока мы всего лишь загрузим саму модельку. Посмотрим, что у нас получится в итоге. При загрузке модели вот у нас видна голова и еще что-то. Может быть отодвинуть подальше его и посмотреть. Давайте также уберем наш куб, который нам только мешает в этом случае. Нажмем удаление куба. И отдалим нашего актера. То есть позицию поставим дальше. Минус 6 например. И давайте теперь запустим и посмотрим, что у нас получается. Так, все равно не совсем понятно, что здесь и как. Теперь далее давайте раскомментируем вот эти вот три строки. В которых мы загружаем нашу текстуру. Делаем, чтобы рисовалась именно она. И растягиваем текстуру до нужных нам размеров. Икс, 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 икс. И надеваем ее на нашего персонажа. Теперь наш персонаж должен будет стать меньше. Потому как он под размер текстуры будет подгоняться. Вот сейчас если мы запустим с вами, то увидим. Вот наш персонажик загруженный. И стоящий. У нас вид сверху получается. Отлично. Итак, далее. Добавляем еще один модуль. Подключаем в uses.gl.keyboards. Он нам обязательно далее пригодится. И смотрите. Мы с вами для загрузки AIF использовали gl-actor.add.data.from.file. Давайте эту строчку уберем. Вместо нее мы будем использовать gl-actor.animations.load.from.file И, собственно, указываем этот файлик. Теперь мы сможем раскомментировать вот эти вот две строчки. Запустить его. И вот наш персонажик постоянно бегает. Видите? И при этом пока он бегит, мы к нему вроде как приближаемся понемногу. Так. Для того, чтобы он мог останавливаться в нашем gl-cadensory пропишем следующий код. Если мы нажимаем Enter, то есть Return, тогда идет проверка. Если актер наш, то есть персонаж, в данный момент бегит, то мы ему включаем бег. А если он остановлен, то мы его останавливаем и запускаем такой код. Вот я сейчас попробую нажать Enter. Вот когда я нажимаю Enter, он у нас останавливается. Видите? Нажал Enter, остановился. Еще раз нажал, он побежал дальше. Причем почему-то два раза срабатывает данный код. Так. То есть код работает следующим образом. Проверяет, если бегает, то с помощью gl-actor.sweet-to-animation это мы включаем анимацию с вот таким вот именем, которое указано здесь. То есть я понимаю, чтобы с первого раза это все срабатывало, мы, наверное, должны смотреть. Сделаем следующую проверку. Если... А, хотя нет, в принципе, здесь реализовано. Если не равно run, тогда... Ну, хорошо, оставим так. И теперь поговорим о сеточной анимации. Модели с сеточной анимацией содержат в себе целиком каждый кадр анимации. Благодаря этому они меньше потребляют ресурсов процессора, так как не нужно производить никаких расчетов. В файлах формата md2 не всегда содержится список анимаций, поэтому в таких случаях его следует загрузить из файла AAF с помощью add.data.from.file. Но мы с вами пробовали, это не работает. Нужно animation загружать. Их формат прост. Количество анимаций, имя анимации, начальный кадр, конечный кадр. И далее такой же перечень продолжается. Так, ну и в файле модели со скелетной анимацией хранится собственно сетка модели плюс привязанный к ней скелет, представляющий собой совокупность костей. Вначале следует загрузить файл модели, после чего с помощью той же процедуры, которую мы с вами не хотим использовать, загрузить нужные файлы. После этого для всех анимаций следует выполнить процедуру Make Skeletal Translation Static. Без этого модель будет нежелательно двигаться вперед при проигрывателе. Рассмотрим скелет модели и как его использовать. Создадим стандартный проект и добавим туда актера. Для начала получим список всех имеющихся костей. Давайте попробуем этот код. Добавим в наш список модулей еще один модуль, который назовем Vector Geometry. Он нам сейчас понадобится для накладывания. Мы хотим какое-нибудь оружие или щит добавить нашему персонажу. Так, ну и собственно наш код получения списка костей. Вообще вот в GL Актера, когда мы какую-то модель привязываем, то можем поставить точку, написать скелетон, то есть получить доступ к его скелету. И мы можем к его костям обращаться либо по номеру, то есть BonnebyID и указывать номер этой кости. И мы можем узнать ее имя. либо можем просто писать BonnebyName вместо BonnebyID и указывать в скобочках имя конкретной кости, если мы, конечно, ее имя уже знаем. Вообще, я, конечно, не уверен, что у нас ту модель, которую мы загрузили, она поддерживает кости. Поэтому давайте все же создадим новый проект и уже в нем возьмем ту модель, в которой мы уверены. Так, ну и я создал новый проект, создал камеру, источник света с координатами 2, 2, 2 и добавил GL Актера 1. И зайдем в папочку с нашим GL Сцены и скопируем следующие файлы. Jump, Long Jump, Look Left, Right, то есть смотреть влево-вправо. Это прыжок, это длинный прыжок. Run, то есть бег. Trinity мы заберем, вот эти вот. Volk тоже заберем и пока наверное все. Давайте скопируем это в наш новый проект. Наш новый проект тоже сохраним куда-нибудь. и в эту папочку собственно все и переместим. так. Дальше переходим в событие формы FormCreate. Находим его, выбираем форму и вот наша OnCreate и пишем следующий код. Во-первых, загружаем нашего актера. Для этого GL везде добавляем в начале. Дальше мы загружаем данные о нем. Анимацию мы Translation Static так как мы рассмотрели ранее. О беге загружаем. Дальше анимацию тоже. Каждый раз как мы загружаем какую-то модель SMD мы с вами и данные о нем тоже получаем с помощью специальной команды. Далее мы с вами прыжок в длину загружаем и просто прыжок. Вот тоже добавляем GL. получаем данные о том как смотреть точнее загружаем саму модель смотреть влево вправо и загружаем анимацию поворотов Rotation Delta называется. Так получаем имя смотреть влево вправо и нашему GL актеру включаем скелет базовую анимацию мы ставим как волк и включаем ему именно базовую анимацию которая начальная у нас и на форму с вкладочки GL SENA UTILS добавляем такой компонент который называется Animation Controls вот он у нас поэтому в коде там где у нас Animation Control мы ставим GL Animation контроллер также нам понадобятся переменные для работы это во первых базы анимейшн давайте вот здесь вот в тайпе перед варом вот где у нас паблик идет то есть публические переменные можно не в разделе вара вот здесь в разделе паблик или приват объявлять вот давайте объявим базы анимейшн напишем и у нас будет MX и MY это смещение насколько будет смещаться наш персонаж а это имя анимации которую нам нужно будет с вами включать в данный момент также добавляем еще два модуля которые нам понадобятся в раздел uses это gl graph и gl file smd ну graph для работы с графикой мы загружаем все что нам надо а file smd чтобы мы могли пользоваться вот этими вот smd файлами из которых мы загружаем нужные нам модели у нашего gl аниматора контроллера который в свойствах актер выбираем gl актер 1 чтобы мы знали кем мы собираемся управлять добавим на нашу форму кнопочку и в кнопочке пропишем следующее мы базовой информации будем присваивать волк и собственно запускать эту анимацию вот мы пишем база анимейшн и true то есть будем ее включать по нажатию на эту кнопочку в нашем gl каденсере он прогресс у него пропишем код gl сцены notify send new для того чтобы у нас обновлялась сцена мы продолжаем и поскольку я пробовал создавать различные проекты они у меня не работали хотя по идее работы должны были я переустановил версию gl сцены и теперь у меня стоит не версия 0 0 0 7 а стоит версия 1.1 для ее установки мне конечно пришлось в tools environment options очень много прописывать папочек вот здесь целая куча папочек на это ушло довольно много времени и собственно интерфейс немножко поменялся я вам сейчас его продемонстрирую если мы хотим вот зайти в gl сцены как обычно нашу сцену располагаем скидываем gl наш gl cadencer и вот когда мы хотим поместить на форму наш gl scene viewer смотрите что происходит появляется отдельное окошко специально для gl viewer если мы его попытаемся закрыть у нас выбьет ошибку и если раньше в версии 0.007 все что мы выставляли в камерах у нас отображалось на самой форме на которой расположен собственно наш этот viewer то теперь все располагается на вот этом вот окошке хотя при запуске у нас этого окошка нет но только при моделировании сцены нужно мы его можем свернуть чтобы оно нам не мешало но теперь будет неудобно смотреть как по мне потому как придется это окошко открывать и смотреть что у нас получается в итоге условия теперь коснулись и самой сцены если мы заходим в нашу сцену то видите кнопочки у нас изменились теперь мы можем например ее зафиксировать вот я например кликаю уже по форме все равно у нас сверху прикреплена скрепочка и остается GLSceneEditor теперь же вот есть сцены root в нем мы ничего не можем добавить а в GLScene там где сцен objects у нас написано здесь собственно мы и можем добавлять различные объекты также в этой версии я хочу заметить что не всегда вот эти кнопочки активны добавить камеру и добавить объект теперь все в сцене и объект находится можно вот здесь это все добавлять но как я уже сказал активно не всегда приходится частенько проект перезапускать в общем эта версия более глючная чем предыдущая но посмотрим может быть в этой версии хотя бы будут работать больше примеров из книг которые приводятся также из предыдущего примера может вам было непонятно я бы хотел вам до объяснить код там где мы уменьшали размеры наших векторов для GL актера 1 мы там ставили точечки 0 4 0 4 0 4 0 точка 0 4 это то на какую цифру мы умножали каждую позицию этого вектора для того чтобы он уменьшился поскольку меньше 0 то это идет уменьшение если больше точнее единицы меньше единицы значит идет уменьшение так как любую цифру которую мы будем умножать на число которое меньше единицы мы будем получать меньшие размеры если больше единицы то большие размеры и поскольку 0 4 то это получается в 25 раз то есть мы умножаем каждую координату на 0 4 и при этом сама модель уменьшится тоже в 25 раз потому что когда мы одеваем на нее конкретную одежду ее нужно уменьшать для того чтобы одежда подходила подходила для загрузки 3ds моделей не советуют использовать GL актера советуют использовать файл 3ds актера но к сожалению этой библиотеки нет и ни в одной из версий которые мне встречались по GL сцене я их не нашел возможно эту библиотеку нужно скачивать отдельно и добавлять в модуль но опять же мной она найдена не была то есть нужно подключить модуль сначала вот таким вот образом в раздел uses создать переменную типа TGL файл 3ds актер ну а дальше мы создаем такой объект потому как такого компонента не существует его нужно создавать внутри программы внутри форм крейта мы пишем имя точнее вот имя далее идет тип точка create as child то есть создается дочернее компонент который будет похож на gelsen1 objects это его класс ну а далее просто пишем его имя точка и load from файл то есть загружаем из файла нужный нам ну а при форм дестрой мы должны удалять такой объект ну а мы попробуем создать тот пример который у нас будет работать в нашей версии с помощью других компонентов так смотрите мы добавляем модуль GL файл опч потому как мы будем загружать объект у которого будет расширение опч дальше в GL сцене эдиторе мы добавляем с вами камеру давайте ее отдалим поэтому поставим ей значение по Z10 чтобы наши объекты которые будут с координатами 000 были отодвинуты от камеры на 10 условных единиц также в объектах нужно добавить в mesh объектах есть freeform мы ее собственно и будем тоже использовать ну и дальше мы с вами должны в событии формы oncreate загрузить объект например мы хотим куб загрузить куб хранится как раз с расширением опч поэтому мы на GL freeform хотим загрузить именно куб ставим точку с запятой также при загрузке желательно поставить glfreeform .mesh objects .usevbo это каким образом прорисовывать вершины мы можем поставить здесь true или фальш желательно ставить true во всех случаях когда мы загружаем модельки которые есть внутри нашей GL с расширением опч и другие но когда мы загружаем 3ds модели вот это свойство нужно отключать иначе могут быть всяческие проблемы потом из-за этого также стоит отметить что в свойстве GL форма мы можем не только материалы лайбрари использовать но можем еще и light map лайбрари эта библиотека позволяет создавать тени и многое другое что в общем то очень удобно также для загрузки 3d модели ее не очень советуют использовать потому что если запускать проекты с видеокартой производителя GeForce у вас работать все будет нормально а с AT радионами возникают проблемы артефакты ошибки и тому подобные вещи так объекта с расширением общ я не нашел адекватного давайте загрузим тоже md2 файлик в него вот gl файл md2 подключаем библиотеку вот я скинул в папочку файлик vast md2 который мы с вами уже пользовались дальше включил массивы для наших уголков далее уменьшил нашу модель в 25 раз чтобы ее было видно давайте еще добавим наверное источник света ой зачем мне вторая камера вот у нас light source есть я внутри куба добавил так давайте просто на сцену перетянем куб мы удалим он нам не нужен будет и давайте запустим посмотрим что у нас получилось в итоге так ну вот там вот как-то так непонятно моделька у нас находится дальше чтобы немного разобраться давайте подключим jpeg к библиотеку и собственно скинем файлик vast md2 то есть текстуру нашу загрузим эту текстуру в материал нашей gl freeform и отключим отображение его цвета пускай текстура отображается если мы сейчас запустим то должны увидеть нашу модель вот мы сейчас смотрим на нее сверху и она стоит на каком-то черном квадрате данный файлик beer.3ds это бокал с пивом я его скопировал тоже из библиотеки медиа которая находится внутри папочки с gl сцены и теперь если мы запустим подключил данный модуль то должны получить изображение нашего бокала вот в принципе видите бокал загружен единственное он без текстуры и в перевернутом виде для использования 3ds модели не советуют конечно использовать данный пример который мы с вами использовали советуют использовать gl файл 3ds сцены объект но его нужно создавать в режиме runtime то есть внутри программы и нашу freeform нужно создавать такого же вида но проблема снова заключается в том что данной библиотеки у нас нет и поэтому показать данный пример не получится но можно рассмотреть что здесь происходит объявляется данная библиотека создается переменная любого имени но данного типа который мы с вами хотим получить далее freeform создается то есть через точку ставится create as form и пишется наследником какого объекта она будет gl сцены 1.object по поводу наследников это нужно изучить для начала классы и работу с классами в Delphi тогда вам станет понятно что это обозначает и собственно загружается сама модель это ее имя и откуда ее брать ну а preform destroy мы должны конечно же освободить место за ней далее попробуем создать еще один примерчик для анимации нескольких анимаций нашего объекта какого нибудь вот давайте создадим для этого вот здесь перед варом есть паблик здесь мы можем тоже объявлять различные переменные которые будут доступны везде в привате это те которые будут доступны только внутри этого юнита модуля но мы с вами все делаем в одном модуле поэтому это не особо важно но лучше сразу себя приучать писать переменные там где это нужно мы создали переменную базы анимейшн это та анимация точнее имя ее которое нам нужно в данный момент будет запускать а mx и my это смещение куда нужно будет сместить камеру или объект но это мы с вами еще посмотрим для этого давайте добавим снова джей электера в которого собственно и будем это все загружать также нужно добавить компонент анимейшн контроллер он у нас находится в GL сцены utils вот он анимейшн контроллер пожалуйста в его свойстве актер мы ставим джейл актер которому мы будем собственно все применять добавим в подключении модулей джейл файл смд потому как этот формат мы будем загружать далее при создании формы мы в наш джейл актер загружаем тринити рейдж смд загружаем данные валк смд заметим то что раньше у нас add data from файл не работало теперь это работать будет далее анимацию включаем загружаем данные о беге тринити эту анимацию мы получаем как скелет должен двигаться так же и здесь далее длинный прыжок обычный прыжок мы получаем данные получаем данные о том как смотреть влево и вправо в зависимости от скелета нашей тринити ну тринити это персонаж из матрицы так включаем видимость нашего скелета и включаем выбираем что базовая анимация у нас сейчас будет волк то есть стоять и здесь включаем анимацию именно ту которая хранится в базе animation то есть хранится ее имя конкретное далее предлагаю кинуть несколько кнопочек на форму каждая кнопочка это будет разный вид анимации тот который нужен нам вот давайте кинем например четыре кнопочки расположим их здесь в уголке и дадим им разные имена например это будет волк то есть стоять это ран то есть бежать это будет jump прыгать а это будет long jump то есть длинный прыжок кликаем дважды по волку и прописываем следующий код то есть в базовую анимацию мы записываем волк и воспроизводим именно эту анимацию для рана делаем все похожее только здесь уже ран записывается в базе анимейшн и тоже включаем дальше кликаем на получается long jump давайте и здесь мы включаем начиная с третьего кадра анимацию у нас просто прыжок и длинный прыжок они у нас немножко похожи но номер анимации у нас именно номер 3 все анимации прописываются при создании самого объекта поэтому если вы не создавали объект то тяжеловато будет с этим объектом работать если нет описания по нему это длинный прыжок будет прыжок вперед а jump это будет прыжок высоту обычный прыжок он у нас начинается с четвертой анимации тоже ставится true дальше мы выбираем нашего GL актера и у него есть событие которое называется он энд фрейм ричет здесь мы прописываем что будет происходить когда мы дошли до последнего кадра нужной нам анимации и мы прописываем если GL актер текущая анимация не равна базовой анимации то есть мы залезли уже на кадры другой анимации тогда мы включаем заново нашу базовую анимацию чтобы у нас все было зациклено зациклено для включения показа скелета мы можем добавить вот такой вот чекбокс и внутри этого чекбокса мы можем прописать следующих код GL актер 1 overlay скелетон и ему присваиваем значение которое будет храниться в чекбоксе 1 то есть если оно будет выбрано то показ скелета мы покажем true если галочка будет убрата то показ скелета будет выключен далее мы выбираем наш viewer GL сцены и у него есть событие он mouse down то есть когда мы кликаем по нашему экрану мышкой то есть нажали и держим мы должны получить координаты смещения это сделано для того чтобы мы могли нашего персонажа рассматривать с разных сторон если мы кликнули на 0 где-то мышкой и пытаемся влево или вправо ее перетягивать то наш персонаж должен крутиться относительно координаты Y то есть он влево и вправо будет поворачиваться также обязательно в GL Scene Editor давайте с вами добавим какой-то источник света потому что нам ничего не будет видно без него также выберем нашего GL актера и давайте мы его отодвинем от камеры подальше поставим ему минус 8 например чтобы он не упирался в камеру далее в событие нашего вьювера которое называется Mouse Move давайте найдем его вот он то есть при перемещении мышки мы должны с вами сразу же камеру нашу двигать относительно MX-Y и MX-X то есть насколько по X сместили настолько мы и отодвигаемся по X насколько по Y сместили настолько мы передвигаемся и по Y я имею ввиду повороты и запоминаем новые координаты на которые мы повернулись потому что теперь мы поворачиваться будем от этих новых координат ну а в наш GL каденсер мы добавим обновление нашей формы во-первых выберем то что он к нашей сцене имеет отношение GL сцене 1 а вон прогресс вот таким вот образом напишем обнуление сцены поскольку пока скелета у нас изначально включен давайте мы чекбокс сделаем включенным то есть чекет поставим true и давайте теперь запустим вообще посмотрим что у нас получилось запускаем а стоп 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 также в GL каденсере я написал GL animation control ratio каждый раз в таймере увеличиваю на 0.01 это сделано для того чтобы кадр анимации каждый раз увеличивался причем кадры анимации начинаются начиная от 0.01 и заканчиваются 0.99 когда начинается единичка это уже следующий вид анимации идет поэтому у нас после того как мы увеличили наш кадр на единицу мы начинаем проверять если он больше или равен последнему кадру то мы заново ставим первый кадр и вот теперь при запуске мы посмотрим что у нас получилось вот мы сейчас сверху наблюдаем человечка у которого вот анимированные руки сейчас также вот эти вот точечки они все обозначают каким образом построен скелет то есть это кости грубо говоря мы можем отключать их можем включать отображение так как мы с вами сделали эти кнопочки пока ни на что у нас не влияют хотя они меняют по сути базовую анимацию поставим позицию GL актера минус 30 чтобы в более полной мере наблюдать за нашим персонажем и мы сейчас вот таким вот образом можем наблюдать его так как мне кажется наверное нужно еще дальше его поставить наверное да давайте поставим минус 60 посмотрим что теперь у нас получится так все равно да так в GL эдитере я удалил нашу GL free форму и удалил куб потому как похоже это куб кружился у нас вокруг сейчас если мы запустим то этого куба уже вверху быть не должно так и вот мы с вами уже видите наблюдаем человечка он кружит головой мы можем у него отключать анимацию при желании но у нас все еще камера не кружится да так внутри GL сцена вьювера mouse.mov я изменил немного код потому как камера у нас не хотела работать через move around target почему-то я решил сделать через GL камера один точка лифт и привязал это к нашим игрекам выглядит это примерно следующим образом мы по игрекам можем вводить нашу камеру и теперь нам хотя бы видно лицо немножко тринити и мы видим как она поворачивает голову и собственно немного тела с руками также мы можем привязать анимацию ник таймера например к трек бару вот найдем на вкладочке win32 вот такой вот трек бар поставим его на форму два раза кликнем по нему и напишем gel animation контроллер 1 ratio присвоим ему трек бар позицию и при этом умножаем на 001 потому как позиции в трек баре у нас единички 1 2 3 4 5 6 то мы должны умножать на 0.0 1 десятую чтобы получить нужный нам кадр потому как у нас в сотнях кадры исчисляются в нашей gel cadencer прогресс процедуре мы закомментируем пока этот код и теперь при запуске наша героиня не будет двигаться изначально вот она не двигается видите да когда мы начинаем вот здесь вот изменять наши координаты она начинает двигаться то есть мы уже ей управляем для того чтобы создать анимацию персонажа мы воспользуемся такими процедурами как gl actor next frame то есть на следующий кадр мы это прописываем в gl cadencer и делаем после этого проверку если текущий кадр равен последнему кадру то есть end frame тогда мы текущему кадру присваиваем значение первого кадра и начинаем сначала таким образом если мы запустим наш проект то мы с вами увидим что наш персонаж смотрите сам по себе теперь постоянно ходит у него три кадра анимации хода которые постоянно сменяют друг друга начиная заново и при этом мы еще можем при ходьбе поворачивать в разные стороны голову так так ну и дабы дабы нам доделать программу давайте перейдем в форм create и допишем такое свойство как GL актер 1 анимейшн моды аам loop то есть в этом случае мы ставим циклическое воспроизведение чтобы нам не нужно было писать то что мы писали в GL каденсере смену каждого кадра сделаем так чтобы кадры сами сменялись теперь если мы запустим то у нас будет сразу по два кадра меняться поэтому все будет происходить быстро потому что у нас и сам по себе благодаря вот этой функции будут сменяться кадры плюс еще и благодаря нашим сейчас вы быстро заметите как двигается наш персонаж вот видите он ходит довольно таки быстро мы с вами можем еще и включить бег вот мы нажали run и смотрите вот таким вот образом он бегает больше того мы теперь можем нажимать и прыжок вот таким образом он бегает а поскольку мы прописали когда заканчивается любая анимация у нас он переходит в предыдущую то он начинает бегать вот джамп и он снова побежал джамп и он снова побежал у нас волк и run в зависимости от того что включено то после джампа или бега он переходит в предыдущий или волк или run что у нас было и при этом мы понятное дело можем поворачиваться в разные стороны анимация притормаживает из-за того что я прописал вот такое вот изменение камеры можно конечно камеру сделать более нормальными путями но мы сейчас основу изучаем поэтому сойдет и так а теперь посмотрим что произойдет если мы уберем этот код там где мы прописывали next frame при запуске у нас все будет происходить так же но гораздо медленнее то есть вот такой вот замедленный ход у нас идет бег у нас происходит вот побыстрее и при этом мы можем прыгать и вперед тоже можем прыгать с переворотами также посмотрим как мы можем включать анимацию там где мы вот кликаем на run мы можем либо использовать переменную базы animation run присваивать ей имя и уже использовать эту переменную либо мы можем вообще переменную базы animation не использовать и не объявлять ее мы можем напрямую если мы знаем имя прописывать вот так вот switch run true и если мы запустим у нас итог будет в принципе такой же вот мы нажимаем run и у нас сразу же персонаж начинает бегать так ну давайте я вам покажу как сделать чтобы останавливалась анимация сделаем кнопочку такую назовем ее к примеру stop и пропишем у нее следующий код gl актер 1 animation моды aam ноны давайте запустим попробуем ее нажать и посмотрим остановится у нас или нет вот персонаж остановился видите только теперь при нажатии на вот эти вот кнопочки везде нужно будет прописать следующую строчку включение циклической анимации вот такую то есть и при волке и при ране нам нужно прописать это то есть теперь если мы запустим еще раз и вот у нас ходит человечек мы его остановили дальше нажали на волк и наш человечек дальше пошел таким образом мы можем останавливать ну и пожалуй на этот видео урок достаточно нам примеров встретимся в следующих видео уроках с вами был Виталий Соколов всем пока